Пожалуй, этот человек стал самой одиозной фигурой российской преступности, жизнь которого и после его смерти вызывает небывалый интерес. Он сумел стать не просто криминальным авторитетом, а буквально королем криминального мира постсоветского пространства. И более того, интересы япончика простирались и в Европу, и далеко за океаном. В его жизни однозначно есть место интересным фактам и удивительным событиям. Все знают Вячеслава как Иванькова, но на его могиле фамилия написана совершенно по-другому – Иванков. Мягкий знак пропал и на памятнике его матери, хотя по всем документам она проходит как Иванькова. Есть несколько версий пропажи этой буквы. Первая гласит, что это и есть настоящая фамилия авторитета. Просто по характеру своей деятельности он менял свои данные, а версия Иваньков просто закрепилась за ним благодаря милицейским сводкам. Вторая, что это на самом деле девичья фамилия его матери, а Иваньков была фамилией его отца, о котором никто и ничего не знает. Кроме того, что это был запойный и агрессивный алкоголик. Есть версии того, что захоронили авторитета рядом не с матерью, а совсем с чужой женщиной, фамилия которой была так похожа на его, только без мягкого знака. А чтобы не было проблем с документами, поправили свидетельства о смерти. Есть и другие, более экзотические версии. Так или иначе, да правда докопаться практически невозможно. В 2011-м друзья Иванькова все-таки поставили ему внушительный памятник. Авторитет изображен сидящим на табурете, на фоне тюремной стены и окна с решеткой. Высота памятника около трех метров. Рядом находится могила его матери. А с другого бока расположился небольшой памятник с незнакомой ему фамилией. Насса Давид Давидович. Никто не знает, что это за человек и почему его памятник стоит рядом. Даже работники Ваганьковского кладбища не в курсе. В июле 2009-го в авторитеты стрелял киллер и ранил его в живот. Иванькова срочно доставили в больницу. Долгое время он лежал в реанимации. Ему сделали несколько операций. Только в августе его перевели в обычную палату. Но он никак не поправлялся. В сентябре авторитеты стали поочередно отказывать внутренние органы. И врачи погрузили его в искусственную кому. Тогда же он пережил клиническую смерть. В начале октября он на несколько дней пришел в сознание. Но затем все же скончался. Причиной этого стал перитонит, появившийся после ранения. Вячеслав Иваньков был очень грамотным человеком. Обладавшим живым умом. Он писал стихи, на которые даже шансонье Владислав Медяник записал несколько песен и даже выпустил альбом. Во время заключения в 2005-м, когда авторитет ждал судебного решения, он очень много занимался творчеством. Написал целый цикл стихов. Также записал несколько детских сказок. Кроме того, появился набросок автобиографического произведения, который так и не было истинно. В 1997-м Иваньков был обвинен в вымогательстве и отправлен отбывать наказание в американскую тюрьму. Порядки там были ему совсем не знакомы. Все заключенные делились на отдельные группы по этническому или же идеологическому признаку. Были там, к примеру, мексиканцы, исламисты, националисты и тому подобные группировки. Тот, кто не принадлежал ни к одной из них, обычно сталкивался с очень серьезными неприятностями. В тюрьме, где находился сам Иваньков, афроамериканская группировка захватила все доступные телевизоры. Без их разрешения нельзя было переключить даже канал. Однажды япончик вошел в комнату для отдыха и переключил телевизор на канал на русском языке. Афроамериканцы возмутились. Дело перешло во взаимное оскорбление и закончилось обещанием разделаться с русским авторитетом на прогулке. Япончик подготовился. Во-первых, он достал нож и примотал его к руке скотчем, чтобы не выбили оружие из рук. Во-вторых, он заручился поддержкой итальянских заключенных, поскольку на свободе имел связи с итало-американскими мафиози. Когда во время прогулки толпа афроамериканцев двинулась на него, он тоже смело пошел навстречу и приготовил оружие. Кроме того, за его спиной двинулись также итальянские заключенные. Увидев, что русский не один, афроамериканцы решили уладить конфликт миром. С чем Иваньков все же согласился. В 91-м в Москве сложилась весьма непростая ситуация. Во-первых, присутствие своего представителя от российской преступности требовала обстановка за границей. Нужен был человек, способный объединить и возглавить русскую мафию в США. Во-вторых, в Москву стало прибывать все больше чеченских банд, наступавших на территории уже сложившихся группировок. Требовалось возглавить борьбу с ними. В это время Иваньков отбывал наказание в тюрьме в Тулуне. Воровское сообщество постановило, что именно Япончик был идеальной кандидатурой для решения всех этих вопросов, и его нужно оттуда вызволять всеми доступными силами. В ход пошли связи с популярными деятелями искусства, здравоохранения и спорта. Письма с ходатайствами писали многие известные личности. Например, популярный певец Иосиф Кобзон, который не раз был замечен в качестве приглашенного гостя на торжества представителей криминальной элиты. Барт Александр Розенбаум тоже заступился за преступника. Врач-офтальмолог Федоров, глазной хирург, способствовавший внедрению передовых операций, также подписал петицию. В итоге в ноябре 91-го Иваньков покинул Тулунскую колонию по условно-досрочному, а через год уехал в США. Также, по слухам, он наездами бывал и в Москве, с целью координации развязанной войны с чеченскими группировками. Своеобразную школу жизни Япончик прошел в банде монгола, он же Кольков. Бывалый вор в законе заприметил молодого преступника и взял под свое крыло, о чем ни разу не пожалел. Иваньков отличался умом и хитростью, а однажды составил целый эпичный сценарий, который позволил банде обобрать антиквара. Отказавшегося платить Вальдемара Миркина они перехватили на дороге, перегородив путь его Волге грузовиком. Когда антиквар вышел из машины выяснять в чем дело, его ловко затащили внутрь грузовика и уложили в гроб, приколотив крышку. Грузовик тем временем тронулся в путь. Бандиты еще раз предложили антиквару поделиться своими внушительными доходами, но тот упорно молчал. И вдруг их жертва услышала, что машина остановилась, а внутрь забрался сотрудник ГАИ, который потребовал открыть гроб. И тут же рухнул рядом с гробом убитый из пистолета. Вальдемар слышал выстрел, а его тело было видно в оставшуюся щель. Тогда бандиты стали размышлять вслух, что же делать с ГАИшником, и решили положить в гроб к антиквару, добавить камней и утопить. Тут Миркин не выдержал, стал просить отпустить его, уверял, что на все согласился. Когда его открыли, он отдал бандитам ключ от сейфа. Тем временем убитый ГАИшник, роль которого мастерски играл Иваньков, встал и рассмеялся. Его план сработал от и до. В 1960-м авторитет в первый раз женился. Женой ему стала Лидия Айвазова из древней ассирийской семьи. Ее род произошел от ассирийских князей. Благодаря этому союзу авторитета впоследствии появилась еще одна кличка – ассирийский зять. Прожили они в совместном браке более 15 лет. Результатом союза стали двое сыновей, которые в настоящее время живут за границей и очень далеки от криминального мира. Воровство он промышлять авторитет начал слишком рано – в 14 лет. В 1965-м он при задержании оказал такое агрессивное сопротивление, что его отправили на психиатрическую экспертизу. Врачи поставили ему шизофрению, на лечение которой он был принудительно отправлен. Однако Вячеслав практически сразу предпринял успешный побег. Долгое время, совершая мелкие преступления, он благодаря своему диагнозу мог избегать наказания. В 1966-м Иванькова вновь отправили на принудительное лечение. А на следующий год комиссия врачей признала, что молодой человек перенес шизофренический психоз, который развивался в результате полученной травмы. Однако он полностью вышел из этого психоза. В 1974-м Иваньков вновь попал в руки правоохранителей, и они отправили его к врачам на экспертизу. Те подтвердили, что психиатрического заболевания у него нет, а все проявления он просто симулирует. Рост Вячеслав слабым и болезненным ребенком, поэтому родители приняли решение отдать его в спорт. Это занятие пришлось по душе будущим авторитету. Некоторое время он практиковался в боксе и различных единоборствах. Закончив школу, поступил в цирковое училище, на воздушного гимнаста. По этой специальности добился отличных результатов. Но все закончилось в один злосчастный день. Неудачный трюк, и Вячеслав упал вниз с большой высоты, травмировал голову. Но в больницу он так и не пошел, хотя после этого несколько раз терял сознание. Продолжать заниматься воздушной гимнастикой он больше не смог. Поэтому ему пришлось уйти из циркового училища и построить совсем иную карьеру.